Друзья, всем привет! Сегодня будет относительно небольшое видео о крутой новинке HyperOS 2.0, а также немного затрону тему стоковых обновлений, которые стоит поставить на свой смартфон Xiaomi. Судя из новостей, выход HyperOS 2.0 будет куда более ожидаемым, ведь фишек должны добавить достаточное количество. Поэтому присаживайтесь поудобнее и мы с вами начинаем. Многие из пользователей в какой-то момент пробовали свой аппарат немного затюнить под iOS. Поставить тему, накатить модули, обои, значки и прочее. Но всегда хотелось получить стиль недавних, как это реализовано в яблочной продукции. Разные модули, магист, аналог загрузчика, это все доставляло неудобства. Теперь же компания пришла к выводу, что на данную фишку есть спрос и чего бы не внедрить ее в новую HyperOS 2.0. Именно сейчас проходит опрос, который и определит дальнейшую судьбу этого решения. От себя скажу, что шансы на появление новостей для недавних под названием PileUp очень велики. В любом случае, новая версия HyperOS будет подыгрывать к себе интерес различными фишками и опциями, которых нет на текущий момент. Теперь далее продолжаем вновь о теме рабочих столов. Их, как и обычно, вы можете скачать в нашем телеграм-канале по ссылкам из описания под этим видео. Выходит новая версия системной оболочки для смартфонов Xiaomi и Redmi. Но пока, как и обычно, не поставить там, как вы знаете, свой лаунчер. Если говорить о том, что изменяется в свежей версии рабочего стола, то это улучшение работы проложения, а также его оптимизация. Накатив обновления, я не заметил подвисаний, фрезов, лагов и прочего. Что немаловажно, эта версия не будет вылетать с ошибкой, что рабочий стол из Android 15. Ведь в сети есть версии, которые будут конфликтовать с HyperOS и Android 14, ну или же Android 13. А что же там по Poco Launcher? Тут ситуация намного веселее. Хоть версия уже относительно не новая, но о ней я не упоминал в своих видео. Поставив эту версию на Poco X3 Pro и на Poco F5 Pro, я заметил заметное улучшение в отзывчивости аппарата, также улучшение анимации на смартфоне. Казалось бы, одно приложение и сразу сколько счастья оно может принести. Конечно же, это не панацея от многих проблем, но в любом случае, если есть такая возможность улучшить аппарат банальным обновлением, то почему бы и не воспользоваться этим. И последнее на сегодня из мира прошивок и Xiaomi, это очередное обновление приложения безопасность. Также оно не ново по нынешним меркам и ввиду своей основной занятости не успел об этом вам рассказать на канале, потому сейчас и исправлюсь. Обновлением этого стокового приложения разработчики решили добавить расширенный функционал для зарядки. Если раньше я упоминал, что этот раздел вообще как-то обходит стороной, то сейчас разработчики сюда добавили режимы проводной зарядки. Если нужно быстро зарядить аппарат, то можно выбрать максимальный режим и не сидеть долго у розетки. Но тут есть вопрос, как на это отреагирует батарея. И да, пока что данная фишка будет доступна только на флагманских аппаратах. Вот мы и пришли уже к концу данного видео. С нетерпением буду ждать новую HyperOS 2.0, ведь как обещают, она станет намного лучше ее первой версии. Ну а чтобы не пропускать информацию о HyperOS Xiaomi, да и не только, не забудь подписаться на наш YouTube канал и поставить колокольчик. А также на наш телеграм-канал. Там новости выходят очень оперативные. Ну а на этом у меня на сегодня все. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok